Уважаемые зрители, рад вас снова приветствовать на изучении Святого Божьего Слова. Мы продолжаем исследовать уроки субботней школы под общим названием «Уроки о Святом Духе». Сегодня мы будем исследовать второй урок, и он называется «Символы Святого Духа». Этот урок мы будем изучать с гостем нашей студии, это брат Пётр Мангл. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Приветствую всех слушателей и зрителей разбора субботней школы. Пусть Господь благословит наши исследования, чтобы это действительно пролило свет на те, может быть, не совсем ясные места или понятия Слова Божия. Давайте начнем. Ведущий стих от Иоанна 7 глава 38-39 стихи. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Сии сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И ведущие примечания. «Безграничный Бог посредством своего Святого Духа пролил свет на разум и сердца своих слуг. Он посылал сны и видения, символы и прообразы, и те, кому таким образом была открыта истина, сами воплотили ее в человеческую форму выражения». Вопрос первый. Вода как символ. Как вода символизирует природу и работу Святого Духа? В этом уроке представлены многие символы Духа Святого. Первый вопрос о том, как вода символизирует. Иисус говорил с Никодимом, сказал такие слова. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». И апостол Павел в послании к Титу также говорит, что он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, но бани возрождения и обновления Святым Духом. При крещении человек совершает или заключает завет с Господом, но человек никогда не может прийти к крещению осознанно или же полностью посвятить себя через крещение, если Дух Святой не совершит над ним работу приготовления, покаяния и осознания нужды, что человек нуждается в какой-то особенной силе, нисходящей свыше. И поэтому именно обряд крещения подтверждает, что работа Духа Святого совершилась, и омовение, которое происходит в этом случае, это и есть обновление или освящение через послительство Святого Духа. Сама вода, в принципе, она является только этим символом или прообразом, а факт возрождения или обновления омовения происходит через работу Святого Духа. Следующий вопрос спрашивает, что Иисус приглашает сделать тех, которые испытывают духовную жажду, другое применение воды? Когда люди испытывают духовную жажду, то Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, как сказано в Писании, так говорит перевод, который более правильный. То есть, кто верует в меня, как сказано в Писании, у того, из чрева потекут реки воды живой. То есть, человек, который принимает веру Иисуса Христа, и которого Дух Святой просвещает, что именно Иисус есть Спаситель мира, то этот человек получает какой-то особенный дар, скажем, живительный дар, поток воды живой. И уже он становится тем источником или тем каналом, который вот эту живую воду передает другим людям. И в беседе с Самарянкой Иисус также подтвердил эту истину, сказал, что кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вове. То есть, эта истина, познание об Иисусе Христе, она утоляет вот эту жажду. Она дарует какую-то свежесть, дарует какие-то силы особенные духовные. И Дух Святой именно также участвует в этой работе, потому что Он убеждает человека, во-первых, во грехе, в нужде, в покаянии, в прощении. А потом Он приводит к Иисусу, который является вот этой живой водой, которая становится источником, наполняющим душу новыми силами, новыми возможностями, новыми познаниями. И многие души, слушая уже слова обращенного человека, они также обретают вот эту надежду и вот эту силу ко спасению. Сегодня мы говорим о символах Святого Духа, и мы изучили сейчас такой символ, как вода. И мы из этих двух вопросов сделали вывод, что и Он использует этот символ как внешнее омовение, а также как и внутреннее насыщение и украление шажей. Следующий символ – это ветер. Каким образом ветер символизирует работу Святого Духа в обращении души? Ну, здесь вопрос спрашивает действительно ветер, а стих отвечает, что дух дышит. То есть в русском переводе так же говорится, как дух, но в других переводах, я думаю, более достоверно, говорится именно о ветре, что ветер дует, и ты слышишь его голос, или ты слышишь его звук, но ты не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть Дух Святой совершает определенную работу над сознанием, над сердцем человека. И человек, возможно, в тот момент не отдает себе отчета или еще не готов принять какое-то решение. Но проходит еще определенное время, и у него пробуждается интерес. Потом у него пробуждается, или уже у него в сознании образуется какая-то цепочка, скажем, истин, которые приводят его к осознанию нужды обращения или же покаяния. А потом эта же сила совершает в нем уже твердое убеждение, что это есть путь истинный, и он готов жертвовать многим в этой жизни, скажем, какими-то преимуществами, какими-то благами, свободой даже, ради того, чтобы привести вот это, скажем, твердое убеждение, что он на правильном пути, и он готов посвятить свою жизнь Господу. Это не что иное, как работа Святого Духа, кто совершает невидимым образом, казалось бы, но все-таки в конечном итоге получается видимый результат. Как здесь приводится пример, что когда ветер дует, листья шевелятся, деревья качаются, цветы, но мы не знаем. Сегодня наука как будто бы уже может объяснить, да, ветер вот северо-восточный или западный, или так дальше, но все-таки в сущности, когда мы без какого-либо определения, то мы не можем понимать, откуда ветер дует, каким образом это происходит. Каким образом начинается вообще. Да, но и согласно Слову Божьему мы также сегодня можем уже найти определение, что как Дух Святой совершает работу. То есть это не просто, ну скажем, само по себе, но это есть определенная цель и определенное направление, что Дух Святой совершает работу, которая все небо заинтересована именно в спасении грешных людей. Да. Каким образом Дух Божий подчеркивает немощность гордых людей? Ну, в принципе, Дух Святой готовит совершать работу для спасения каждого человека. Но гордый человек, он не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием. И вот Пророк Исаия описывает, что подобно как ветер может цвет или траву помять, посушить, то также и гордость вот этих людей, которые не поддаются влиянию Духа Святого, освежающему влиянию, то это увядает и засыхает. Это интересное сравнение. Ну, то есть получается, что она, эта гордость работает против них же, им же в убыток. Да, потому что гордый человек, он не принимает то, что от Духа Божия, он сопротивляется этому. В конечном итоге он, ну, увядает или засыхает, как трава без надежды, без будущего, без какого-то плода, без какого-то результата положительного. Без прощения. Да, без спасения, прямо говоря. Третий вопрос. Елей как символ. Как елей использовался как надлежащий символ Святого Духа в жизни Христа? Ну, в псалмах Давида, также в Исаии, здесь говорится, что Иисус был помазан Духом Святым, елеем радости, более соучастников твоих. А также он был умощен елеем, то есть это символ помазания елеем в Ветхом Завете имело очень важное значение. Помазали священников на служение, помазали царей на престол, когда они восседали на престоле. И Иисус тоже этим же образом, только уже в духовном смысле, был помазан елеем, Духом Господним, для того, чтобы совершать работу. И уже пророк Исаия пророчески предсказывает это уже прямо, что Дух Господа Бога на мне. Ибо Он помазал меня благодействовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Когда Иисус уже в человеческом теле пришел в Назарет, Ему подали книгу про Каисай, и Он открыл это место и прочитал, и потом сказал, ныне исполнил списание сие. И действительно Иисус в своей жизни, в человеческой плоти, Он полностью исполнил это пророчество. Он был помазан Духом Святым, и Он именно, Его слова, Его жизнь, Его поведение полностью символизировали вот это вот помазание елеем, которое является как нечто благословенное, символизирует нечто ценное. Что-то особенное. Да, что-то особенное и посвященное. Как елей символизирует работу Святого Духа непосредственно в самом посвященном верующем человеке и через Него? Вот Пророк Захария, он также был пророком Господним, и он должен был ободрить или же укрепить Зарававеля, который в тот момент был руководителем народа Божьего. Это было небольшое количество людей, людей, которые вернулись из плена, которые не имели особенных богатств, но они должны были совершить великую работу, восстановление храма, восстановление Иерусалима. И, конечно, Зарававель очень переживал, как это может быть. То ему в видении были представлены эти символы, а также было сказано, что не воинством и не силой, но Духом, а им говорит Господь. И далее было представлено ему в видении две масляничные ветви. От этих ветвей исходили трубочки, по которым масло или елей стекали в чашечку, а потом к светильнику, и светильник мог гореть благодаря вот этому елею, который исходил от этих маслин. И вот этот символ Духа Святого, который является елеем, совершал работу через Зарававеля, через иудеев, которые пришли за Зарававелем. Последующий, ну скажем, и ранее того, через пророков, через видения определенные. И уже в Новом Завете через апостолов, через, скажем, посвященных людей благодаря силе Духа Святого. И здесь показывается, что именно через вот этот елей сердца людей были смягчены, были облагорожены, были просвящены. И из тех двух помазанных Господом, мы можем сказать, что это именно слова, которые выражены в Новом Ветхом Завете и в Новом Завете. То есть эти откровения, эти пророчества, эти повеления, эти законы, все это было сказано, слова Господни, но они не имели сил, если человек не был помазан Духом Святым. Потому что те писатели, которые писали слова Господни, они были вдохновлены Святым Духом, а также кто слушал эти слова или читал эти слова, то не мог бы понять или не мог бы согласиться с ними, если не было также помазания Духом Святым. Поэтому этот елей или же этот символ Духа Святого обязательно должен был просвещать, помогать и поддерживать в трудных обстоятельствах, в каких-то критических ситуациях и же, может быть, благоприятных обстоятельствах, чтобы работа была совершена наилучшим образом. То есть у меня такое сравнение сейчас появилось в голове. Другими словами можно сказать, что Дух Святой в символе елея – это как топливо какое-то. То есть когда его льют в светильник, он горит, и пока льют, он горит. И чтобы мы горели, то нас тоже чем-то нужно наполнять. Совершенно верно. Каким-то топливом. Ну я не знаю, можно ли так выразиться, но чтобы более понятно было, то вот так. И Святой Дух действительно дарует силу, когда она нам нужна, дарует мудрость, когда она нам нужна. И все это мы черпаем от Духа Святого. Да, очень верно. То есть через отдельные личности Господь совершал работу, но и последующие люди, скажем, или церковь, народ Божий, они не могли иначе действовать, как только благодаря принятию вот этой силы Духа Святого. Помазание свыше вот этого еле духовного, который был дарован, скажем, обильной мере. Четвертый вопрос. Как голубь, Святой Дух? Что сделало голубя подходящим видимым символом сошествия Святого Духа на Иисуса Христа? Ну, слово Евангелие говорит, что когда Иисус крестился, выходил из воды, то снизошел на него Дух Святой в виде голубя. И вот этот символ, он не только символизирует работу Духа Святого, но символизирует и работу Иисуса Христа, который был помазан этим Духом Святым. И вот характеристика голубя, что это символ мира, да? Это самое, ну такое, очень мирное, скажем, из птиц, очень миролюбивое, очень кроткое. И характеры жизни Иисуса именно проявились в таких качествах характера. Это как мягкий, кроткий нрав, желание всегда, скажем, сделать добро ближнему своему. Это полностью исполнилось в жизни Иисуса. Каким образом мягкость и доброта голубя проявляют себя в тех людях, которые получают Святой Дух? Ну, что последователи Иисуса также должны были быть помазаны этим символом Духа Святого. И Иисус сказал им, я посылаюсь как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, а добры, как голуби, да? Да, или просто, ну в русской языке говорят просто, а в другие переводы говорят, чтобы быть добрыми такими, кроткими, миролюбивыми. И уже апостол Павел описывает, что те люди, которые принимают этот плод Духу Святого, или помазание Духу Святым, то они имеют такие как любовь, терпение, доброта, благость, милосердие, вера. То есть, вот проявляются вот эти качества характера, которые были в Иисусе, и последователи Иисуса получают именно эти же качества. Потому что человек, который исследует Слово Божие, и посредством Духа Святого он это Слово применяет вначале, понимает разумом, а потом применяет в своей жизни благодаря той силе, которая уже работает изнутри, то он именно проявляет такие качества. Свои жизни повседневные. А без силы Духа Святого это невозможно. Какие другие уроки мы можем извлечь из Символа Голубя? Ну, один урок, который также здесь представлен, это есть молитва Давида или просьба Давида. И в те трудные времена, когда он не находил мира и покоя, он таким словом выразил, что «Ой, если бы я имел крылья Голубя, то я бы улетел и успокоился бы». То есть вот это успокоение, вот этот покой и мир человек может найти только в Иисусе Христе. Это есть также символ Голубя или символ Духа Святого. Что Дух Святой может дать человеку мир душевный, вот такое успокоение. Но полный мир или полный покой, полная радость, это, конечно, будет, когда Иисус придет и возьмет своих спасенных в небесной обители. Уже там обретем полный покой. Но тем не менее уже в этой жизни мы можем даже среди волнений, среди трудностей, проблем, можем найти такое успокоение. Потому что это помогает нам именно вот это знание или вот эта любовь, которая изливается о Иисуса и желание подражать и полагаться на Него во всякое время. Потому что описывается, что однажды на море был корабль, был очень сильный шторм, все были в таком волнении, в таком беспокойстве. Мальчик спал спокойно в своей каюте, когда кто-то спросил, говорит, а тебе не страшно, ведь такая буря, он говорит, нет, мне не страшно, мой папа капитан этого корабля. И я доверяюсь, что все будет хорошо. То есть это вера, такое доверие должно быть и у нас. Да. Как у детей. Не зря в Библии так написано, что будьте как дети. Да. Пятый вопрос, огонь как символ. Каким образом огонь символизирует Святого Духа? Ну, в этом уроке действительно очень много символов, которые представлены. И, конечно, с одной стороны, они как будто противоречат одно другому. Вода, огонь. Кротость не тут огонь. Но они несовместимы, да? Или голубь, это кротко, все-таки огонь, это есть что-то уже такое, которое проявляет по-другому. Но, тем не менее, здесь приводится пример, что действительно сказал Иоанн. Я крещу вас в воде, крещением покаяния, но идущий за мной будет крестить вас с Духом Святым и огнем. Вот это как бы другое проявление и другой символ. И из Откровения приводится пример, что от престола, где восседает Всевышний, исходят громы, молнии, голоса и семь светильников, которые огни догорели предперостным, которые суть всем Духов Божьих. Вот такие символи открывает нам Слово Божье. И мы не должны в этом находить какое-то противоречие или что-то, которое могло бы нас подставить под сомнение. Действительно, Слово Господне, оно настолько глубоко, что мы не можем полностью его понимать, но то, что открыто мы понимаем, что Дух Святой представлен и в виде огня, который освещает, который согревает, который совершает определенную работу. Потому что мы понимаем, что огонь, например, в топке паровоза или там, скажем, парохода, да, это была та сила, которая совершала движение определенное. Ну да. Или сегодня огонь, кстати, согревает наши жилища, согревает или приготовляет пищу. То вот и Дар Духа Святого, он также разносторонний, всеоблемящий. Он должен стать для церкви огненной оградительной стеной, которой они в состоянии будут одолеть все силы ада. Еще одно качество. Это вот действительно чудное такое выражение, что для верующих, для церкви Господней, если мы будем полностью полагаться на Господа и будем руководимы Духом Святым, это будет защитой, которой все силы ада не смогут одолеть нас, ну или церковь Господня. Да. Что явилось ученикам подобное огню, но не являющееся огнем? Ну, в Деянии апостолов исполнилось обещание, которое Иисус обещал своим ученикам, что вставайте в Иерусалиме, таколь не исполнить силу и свыше. И в день Пятидесятницы они были единодушно вместе в храме, и тут явились разделяющие языки, как бы огненные. И опочлены на каждом из них. И в этот момент они исполнились Духом Святого, начали говорить на разных языках, то есть проповедовать Иисуса Христа людям, которые пришли на праздник Пятидесятницы из разных мест этого мира. Это были иудеи, которые по определенным обстоятельствам родились в других странах, научились говорить на этих языках. Они практически не знали уже наречия местного, галилейского. Когда ученики начали проповедовать и говорить о разных языках, это было для них удивительно, изумительно. Говорят, не все ли они галилеяне, как мы слышим каждый на нашем наречии. То есть в тот момент это была великая нужда, чтобы эти люди услышали эту благую весть, Евангелие. И вот проявление Духа Святого в этом образе языков, он совершил эту работу, которую, может быть, нужно было бы года напролет учить эти языки, исследовать. У учеников не было такой возможности. Но в один момент, благодаря силе, не входящей свыше, они обрели вот этот дар, скажем, повествовать или же говорить на других языках. И это было очень благословенным для этих людей. И под влиянием вот этой силы Духа Святого многие тексты Священного Писания стали понятными для учеников, и они смогли их передать другим людям. Я думаю, что это также есть для нас гарантия или заверение, что если мы также будем доверять Господу, если мы будем просить о помазании Духом Святым, то и для нас многие места Священного Писания будут ясны. И тогда мы сможем совершить работу, что многие преграды, которые стоят между нами и людьми мира сего, они просто устранятся. И действительно, Евангелие будет проповедано всем людям, и это приготовит нас к пришествию Господа Иисуса Христа. Я хотел сделать еще одну такую заметку, что этот урок мы изучали о символах Святого Духа, и уважаемые зрители, я хочу, чтобы вы понимали, что мы не пытаемся объяснить, как выглядит Святой Дух. Это ни в коем случае не попытка объяснить то, как он выглядит, а это попытка понять его работу. Эти символы, они отражают его работу и его качество. И ни в коем случае мы не должны себе представлять Святого Духа в каком-то обличии из этих символов, которые здесь перечисляются. Потому что он не выглядит так, это просто отражает его качество и его работу. И работу именно в нас, и через нас. То есть это есть цель неба, чтобы через, скажем, через просвещение Духа Святого люди обратились, а потом через силу Духа Святого люди могли проповедовать эту Евангелие другим людям, и что многие могли быть спасены. Благодарю вас, Петр, что вы помогли нам изучить этот урок. Я рад и благодарность Господу за все. Благодарю вас, уважаемые зрители, что вы нашли время и желание, и изучали этот урок вместе с нами. Говорим вам до новых встреч и с Господом. С Господом. Спасибо.